Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем плавать в сабнафтике. У меня тут небольшие обновления, я побегал без записи, ну, около 40 минут, может больше. Собственно, я пособирал некоторые чертежи, нашел чертежи двигателя циклопа, построил биореактор, потому что мне не хватало энергии от солнечных батарей. Собственно, нашел все чертежи стыковочной станции и, собственно, построил ее. У меня нормальная прибавка по ресурсам, как вы видите, рыбки размножаются довольно-таки душевно. Построил еще один шкаф, нашел риф, на котором все это счастье раздобыл, собственно. Куча золота, алмазы, литий, магнецид, урановая руда. И также есть и потери, собственно. Я положил улучшение циклопа и мотылька в плавательный этот... Водонепроницаемый ящик, короче. А когда вернулся, ящик был возле капсулы, я его бросил возле дома, он был возле капсулы, и он был пустой. Собственно, я потерял улучшение. Это довольно-таки печально. Но, насколько я знаю, их можно скрафтить. Вот я еще построил... ...модификатор. Этакий. Вот, можно его сделать. Осталевый слиток и компьютерный чип. Наверное, перед этим, конечно, займемся. Что это за слиток такой? Нужен титановый слиток и литий. Литий есть, титановый слиток организуем. Так. Нужно 10, по-моему, в нем 4. 7 есть. 8, ой, блядь, пардон. 8, 9. Нужен еще один. Потом скрафтил себе резак. Скрафтил станок для улучшений. Улучшил себе ножик. Да и все, в принципе. Так. Вроде где-то тут оно. Ну да, вот. Есть. К сожалению, все пропало. Но да ладно. Ну, не все пропало, а только улучшение для мотылька и циклопа. Ну да ладно. Так, давайте-ка крафтить. Все это переработаем в титан. А вообще лютая война была с этими рыбами. Со сталкерами. Как я узнал, что они называются. Щуки эти херовые. За металлолом. Они, оказывается, очень любят металлолом. Так. Литий. И нужен мне еще компьютерный чип. Серебряная руда. Кварц. Кварц есть. Серебряной руды нету. Коралловых плит нету. Значит, сейчас пойдем за серебряной рудой. В красный биом. Так. Мотылек. Я не помню, где он тут, конечно, есть. Вроде где-то тут, недалеко. Просто я еще выбрал ночное время. Это не лучшее время для путешествий. Ну вот где-то здесь, по идее, должно быть. Немножко серебра. При помощи мотылька можно добраться практически куда угодно и довольно-таки быстро. Да и вот эти вот рыбы, как вы видите, вреда вообще никакого не наносят. Если что, я могу практически моментально запилить обратно. Хватит меня кусать, говно. Надо что-то потише сделать, а то орет. Уж слишком. Так, надеюсь, и вам слышно, и меня слышно. Так, ну это всего лишь соль. ФПС, да вернись же ты, твою мать. Пошел вон. Пошел вон. Что это отвалилось такое от него? Прикольно. Ну когда уже расцветет-то, япона мать? Плохо видно. Из-за этого я не могу сориентироваться, куда лететь. Медяха. Не совсем то, что мне нужно. Чё, попустила? Копать. Титан. Тут еще есть. Да, блин. Или показалось? Да, походу показалось. Титан. Надо, короче, опускаться ниже. Золото. Да как говна этого золота, на самом деле. Я там просто плыл к горизонту. Ах ты, твою мать. И... И нашел огромный риф. Ну вот там я и, собственно, с золотом-то и прибарахлился. О! Как тут прикольно-то. А чё вы тут делаете? Чё это за место? Чё это за место? Ну ладно. В принципе, тут ничего нет. Поэтому можно плыть дальше. Я нашел кучу прикольных мест, на самом деле. Но это все получилось совершенно случайно. Я просто плыл. Наткнулся на огромные платформы. Потом на... Сад грибов. Правда, с грибами там у меня не задалось. Потому что не хватает мотыльку. Собственно, погружаемости. А это чё? Смысл ли, блядь? Это вход такой охеренный, да? Не, давайте-ка лучше в мотыльке. А ну его нахуй. Это всё, конечно, очень и очень здорово. Но почему тут только один вход? И тот поломанный. К слову. Туда вроде можно заплыть. Давайте попробуем. Ну, давай. Посмотрим, чё прячется за этими дверьми. Я, вообще-то, в этой серии хотел отправиться на поиски остальных частей циклопа. Мутц. Ну, может быть, мы этим и займёмся. Просто нужно добыть немножко серебра. Я так подозреваю, я сюда ради стула и шёл. Ибо больше тут нихера нет. Ну да. Прикольно. Прикольно. Нет, это не всё. Ладно. Возвращаемся в мотылек. Быстрее. Сейчас подышим. Сейчас подышим и сплаваем ещё туда по вентиляшке. Может, там ещё что-то есть. Но это вообще нормально. Я думал, там только стул. Хотя там, скорее всего, только стул. Так, ладно. Поплыли. Так. Чё, опять? Поплыли. Эй. Бух ты мой. А, то есть, я мог это не пилить, я мог его просто оплыть, да? Ну, нормально. Чё? Круто придумано. Чётко вообще. Всрал столько времени? Ой, блядь. Ну, ладно. Ничего страшного. Я же говорил, ради стула всё. Пошёл ты нахуй. А, тут уже ничего нет, судя по... по песку. Да. Лучше плыть назад. И искать, где бы можно было бы поживиться. Да иди ты нахер, сука. Добро пожаловать, капитан. Давай, укуси меня ещё раз. Давай. Чё ты? Можешь ещё раз попробовать? По зубам, как съеду мотыльком тебе, сука. Так. Ты пока мотыльком занимайся, а я добуду... О, серебро. Всё. Можно возвращаться. Вроде там два кусочка серебра надо было всего лишь. Час вернёмся, пожрём, попьём, и отправимся на поиски. Кажется, я знаю место, где остальные осколки. Ну, это мне только кажется. Недалеко от корабля там есть зона, в которую я не погружался ещё. Так. Аккуратненько заплываем. Оп. Так. Сразу же мотыльок подзарядился. Так. Кого можно ловить? Бумерангов? Глаз... Этих, блядь. Пескунов? Ну, в принципе. Так. Один бумеранг, один пескун. Чё это такое? Не-не-не. И один пузырь. Всё верно? Всё верно. Пожарим-ка их. Ну, сначала пескуна на воду, ой, пузыря на воду. А вот этих двух в еду. Наверное, надо ещё одного на воду пустить. Ну да, благо, ресурс позволяет. Стой, пузырик. Настал твой звёздный час. Чё там по поводу биореактора? нифига, жуётся долго. Это семечко. Не-не-не. На воду его. Ну, вот как бы и всё. Для компьютерного чипа образец коралловой плиты, кварц. точно всё надо проверить. Ой-ёй-ёй, это сюда. Там у меня как раз ещё одна дырка осталась для мотылька. Так. Да, компьютерный чип только нужен. Ладно, коралловая плита и кварц. это легко. Кварц у меня там вроде был. Да, точно был, я ж смотрел. Так, нет, не тут. Вот тут. Так, всё, давайте-ка закрафтим модуль улучшения. Энергоэффективность ещё можно втыкнуть. Или лучше солнечную батарею. Но это уже потом. Для начала компенсатор давления. его, по-моему, можно же и прокачать. Я так просто посмотрю. По-моему, его же ещё можно было прокачивать. Угу, ни хера себе. Кристалл оксида алюминия, компьютерный чип. Ну да, тут для улучшения нормальное количество рейсов надо. Но это хер с ним. Чё тут? Аптечки, законсервированный пузырь и водичка. Хорошо. Сколько титана, надо бы его выложить. сейчас поставим усилку. Повыкладываем резы и поплывём дальше. 300 метров. Хорошо. 300, так 300. 300 метров это уже что-то. так. Тут у нас, по-моему, золото лежит. А чё ещё? Ну всё, из таких ресурсов больше ничего. А сюда титан повкидываю весь. Титан, серебро. Баллон-то верни. Наступает ночное время. Опять весь собрался только выходить куда-то. Ну ладно, чё? До корабля, я думаю, доплыву. Так, и тут же из него выйду. Блин, ну чё ты делаешь-то? Глупость какая. Вот, починил. В какой стороне корабль? Вот в той. Поплыли. Я думаю, до рассвета у нас ещё будет время. Надо было бы ещё с собой жратву взять, конечно. Это ладно. Если плыть в ту сторону от двигателя, приплывём, по-моему, к земле. А если плыть в ту сторону, короче, по направлению к носу, ну, чуть-чуть левее, то приплывём к этому рифу, на котором я нашёл кучу золота. Ой, как всё шикарно прорисовывается. Обычное дело. На глубине 70 метров-то. Как я так быстро опустился? Так, ну вот мы приблизительно почти там, где и надо. Так, ладно, на дно. да, вот он. Грибное место. Так. вот как раз-таки где-то здесь должны быть остальные куски этого какего, господи, циклопа. сейчас и будем искать, смотреть, чё там. Может, повезёт. да иди нахер. Видишь, я занят. Я высматриваю. рыбки, блядь, плавают тут не к месту. Может, оно где-то на самих грибах? Вроде нет. Ну, а где же тогда? Не может быть это просто бесполезным биомом. Во! Не, показалось. Сука. А вот и не показалось. Так. Фрагмент комнаты сканирования. Я не знаю, чем мне грозит высокое давление ну, в этой игре. В жизни-то знаю. меня просто раздавит. Банально. Но не знаю, чем грозит в этой игре. Энергопередатчик. Кусок мотылька. Да. Ну да. Блядь, стукнулся таки. Прикольное местечко, конечно. Там еще что-то есть. Аккуратнее. комната сканирования. О, корпус. Ну вот оно. Так. Один из трех. Так. Двигатель у меня есть. Значит, тут я могу найти корпус. Хорошо. Ищем, значит, такие куски. Вот это, конечно, прикольно. Водичку мне дали. Хорошо. Хороший костюм, между прочим. Очень экономит воду. Ой. А там уже все круто, да? Этот биом заканчивается. Начинается сплошная крутотень. Давайте заглянем. А, знаю я что это за место. Там очень глубоко. За 400 метров спуски, наверное. Потому что я доходил до 200 и все. А нам еще было плыть и плыть. Что-то подлагивает. Как-то так прям мне не нравится. Что тут? Литий. Так, отвали. Литий это прикольно. Еще литий. А это что? О, мостик циклопа. Ну вот. Значит все части можно найти в этом биоме. Это хорошо. тут еще какие-то чертежики. Наверняка комната. Сканирование. Угу. Так и думал. Так. Еще один фрагмент нужно будет найти. Не особо полезная комната на самом деле. ее создавал. О. Это то, что мне нужно? Да, фрагмент корпуса циклопа. что это за нахер? Ой. Какая беда с текстурами. Такое чувство, как будто там вулкан подземный. А вот еще один кусок комнаты. Дрон камера, дальность сканирования, скорость сканирования. Короче, я могу посылать вот этих вот по-моему дронов для того, чтобы как раз таки искать новые чертежи. То есть не плавать самому, а посылать именно дронов. Блять. Но это я зря. Потому что тут всего лишь титан. Но уже раз вылез, тогда присканирую. Все быстрее внутрь. О! Смотрите как кусок корабля. Я понял. Кусок корабля немножко отменяется. просто посмотрим что за кусок такой и все. Я просто посмотрю что за кусок такой и все. Честно. забавно. Фрагмента мостика тут нигде нету. Смотрите тут есть другие куски. Блять тут 200 метров. Глубины то. О! Водочистная станция. Вот это полезно. можно конечно туда заплыть но я не знаю чем мне это чревато. Давайте попробуем. Прожектор. Ну и как правило все на этом. В таких обломках только по одному чертежу. В любых обломках по одному чертежу. Поэтому лучше сваливать. Надо бы себе катушку сделать. дайверскую. Да ладно. Так. Стул. Прикольно. Ладно я вроде сюда где-то подплывал. Значит биом с грибами где-то здесь. хорошо пошел в жопу. Даже не думай. Не хочу. Блин где грибы то? я походу потерялся немножко. Вот к этим тварям лучше не подплывать. Потому что что-то у меня плохое предчувствие по поводу них. кстати я он заметил нахер иди нахер иди иди нахер сука тварь мразь блять ёбаный кракен ну вы поняли да? Не оборачивайся просто блять гриби просто блять гриби нахер но мы вроде дернули от него фу я на самом деле не знаю что это такое это какой-то обломок да ладно это все таки ранняя игра в раннем доступе ладно погнали вниз будем искать грибной рай где там нету кракенов только щуки плавают сталкеры вернее где-то тут ну вот помнишь просто напротив корабля где-то оно должно быть напротив той дыры в которой я попадал попадал сам собственно корабль мостик найти будет тут не просто в этих зарослях надеюсь мне повезет видеть какой он мелкий блять где его во просто нужно еще один найти в таких местах что-то искать довольно таки сложно вот что это такое фрагмент мостика циклопа ох как мне это повезло япона мать все можно сваливать циклоп изучен теперь его нужно только построить я думаю на его постройку уйдет приличное количество ресурсов и времени но на самом деле это не так уж и страшно потому что у меня будет субмарина настоящая большая плавучая база давайте когда плывем посмотрим что там надо мотылек охеренная штука с помощью него можно добыть все абсолютно все ну и плюс вот можно ну на досуге уже создать эту комнату для сканирования чтобы отправлять дронов и искать собственно чертежи это уже в будущем на самом деле главное это построить чертова циклопа сейчас энергии в базе сожрет нормально 70% 76 циклопа 75 но если бы меня тут кракен схватил он бы нормально заживал ой фпс пожалуйста вернись а да там еще кстати в ящичке была куча зубов сталкеров это просто когда за металлолом с ними воевал им зубы выбивал мотыльком да понял я сейчас мотылька хочу починить вот все а сука вверх а блять вверх я сказал оп ну ну ладно так два бумеранга можно сожрать спокойно и одного пузыря так пузырь бумеранг бумеранг так пузыря на воду бумерангов на жратву на самом деле есть еще какая-то какое-то растение при помощи которого можно очень и очень хорошо восстанавливать и жратву и воду это бы мне очень пригодилось оп 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 еще бы что-то пожрать на самом деле да ладно давай аптечку а куда я выложил а да посмотрим как там биореактор вообще насрать я эту семечку загрузил а нахер знает сколько уже работает так ну вроде а не он еще один пескун лишний сюда подошел сейчас мы его приготовим так все по-моему сборщик транспорта у меня как раз таки в капсуле сейчас возьмем его и попробуем точнее посмотрим что там нужно для циклопа думаю хера вот тучу крутых ресурсов давай сюда так давай ка на единицу тебя транспорт циклоп ага пять слитков эмалированное стекло две смазки расширенный комплект проводов эмалированное стекло так ну я даже не знаю в принципе это не так уж и сложно добыть все так ну ладно давайте посмотрим оп база то моя где так вот этот слиток блять вот это один единственный вроде бы геморрой хотя нет там просто титана туча нужна на него и он мне нужен вроде пять штук мне таких нужно значит мне нужно пять титановых слитков это охуеть потом эмалированное стекло а зубы сталкеров вот блять ну пойдем повыбиваем им зубы что поделать то и стекло то есть нужен еще кварц придачу смазка пять по моему тоже или два два там было пять пять два значит грозди семян нужны для смазки и расширенный комплект проводов два золота и компьютерный чип на компьютерный чип нужно серебро ох блять короче довольно таки много всего надо для постройки циклопа но на самом деле это будет все не знаю что мы будем делать когда построим собственно циклопа потому что это плавучая база можно будет просто шкафы перенести туда аквариум поставить там ну пускай два ну таких маленьких да и все в принципе даже не знаю что там можно будет делать еще что делать дальше ну ладно этим мы уже займемся в следующей серии всем спасибо дорогие друзья за просмотр с вами был марс до новых видео всем пока пока